В Воронеже в выходные прошли первые дебаты между зарегистрированными кандидатами предварительного голосования, который проводит партия «Единая Россия». Суть этой новой для России политической практики в том, чтобы определить наиболее сильных и популярных политиков, которые будут выдвинуты кандидатами в депутаты Государственной Думы России седьмого созыва от партии «Единая Россия». Их имена объявят на партийном съезде в июне. Партия «Единая Россия» готовит кандидатов и будет их отбирать, те, кто себя проявит, кто покажет повестку дня, кто заручится поддержкой избирателей. И по итогам единого дня голосования будут определены победители. Голосование будет тайное и рейтинговое. Каждый кандидат выступит в своей программе, две минуты представится, расскажет кратко о себе. И люди, которые принимают участие в дебатах, сторонники, группы поддержки, агитационные материалы. Все в комплексе дадут, я думаю, тут драйв, креатив, с которыми наши кандидаты пойдут на следующий дебат. В первый день дебатов по теме народосбережения речь шла об образовании, здравоохранении и социальной политике. Со своими программами выступили не только действующие депутаты Государственной Думы от Воронежской области Илья Костунов и Оксана Харанжук, но и начинающие политики. Руководитель Центра молодежных инициатив Кирилл Михайлов. Начальник управления по организации научной деятельности Воронежского государственного аграрного университета Владимир Образцов. Заместитель начальника управления по воспитательной и социальной работе ВГУ Николай Середа. Инженер Сомовского филиала «Лесная охрана» Владимир Стенюшкин. Все они потом отвечали на вопросы присутствующих, затронув такие злободневные проблемы, как повышение качества жизни и поддержки материнства, социальной справедливости и борьбы с коррупцией, отношения к ЕГЭ и воспитанию патриотизма, индексации пенсий и возрождению комплекса ГТО. Я хотел попробовать почувствовать себя действительно ответственным за определенное мнение людей, ответить на вопросы, действительно могу ли я для себя в первую очередь должен оценить, смогу ли я в дальнейшем представлять молодежь и, наверное, увидеть, как это проходит изнутри. Потому что для меня был такой небольшой завесой тайм, как проходит эта процедура, что действительно интересует, прежде всего, аудитория, которая сидит в зале, и какие актуальные вопросы нужно решать. Для меня это мероприятие действительно стало не только поделиться своим определенным мнением, но я понял актуальные вопросы, которые действительно хочу решить в дальнейшем. И, наверное, я понимаю, какую конкретную аудиторию интересует, прежде всего, сейчас. И на этом будут делать свои определенные выводы. Во второй день темой дискуссии среди кандидатов предварительного голосования стали вопросы ЖКХ и как сделать городскую среду комфортной. И, наверное, это было очень проходит. В этом году, как вы можете выслушать, выстроить свою поддержку, И один из выставок в этой национальной навыке, в которой мы решаем эту задачу, вот, рекомендуем проверки. Wem, продажа и enerги, вот, рекомендуем проверки, вот, рекомендуем, это время сообразительного населения, что также мы видим на 80%е питания. Продолжение следует... Продолжение следует... Единственное, что мне показалось не совсем, может быть, корректным, это всего одна женщина. Было шесть депутатов, шесть кандидатов, да? И всего одна женщина. Мне кажется, если бы количество женщин-политиков было больше, то социальные проблемы в нашем государстве решались бы чуть активнее. Дебаты кандидатов предварительного голосования, которые проводит партия «Единая Россия», будут проходить по выходным, каждую неделю вплоть до 15 мая.